Добрый день, дорогие друзья. Мы опять начинаем наше занятие по стереметрии. Давайте пару задач для разминки таких вот. Читайте условия, как вы думаете, какие будут правильные цветы. Правильно, это круг и окружность. Да. Даже нечего думать. Хорошо. Дальше. У нас с вами, в прошлый раз мы остановились, мы задачу не решали. Может быть, кто-нибудь думает, и решал. В прошлый раз была задача. У меня получилось. Получилось. Давай тогда сейчас, Сара, пожалуйста, сейчас нам, я сейчас делаю условия. Пожалуйста, сейчас нам расскажешь, как ты решала. Какая вот задача была. Пожалуйста, расскажи, как ты решала, что ты делала. Либо кто-нибудь, либо, может быть, не знаю, кто-то еще хочет, еще кто-нибудь еще хочет порешать. Если хотите, можете порешать. Мы с Сарой тогда вас будем смотреть. Так, это что ты рисуешь? Не решать одной плоскости. В прошлый раз там был треугольник, который со сторонами 7, 8, 5. А когда он и есть, или нет? Не поняла? Это не он? Нет. Это не он же? Пока. На второй�м. Тема, это не огременно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 и это запустил саду 2 получается где площадь получается 20 корней из 3 получается получается так и мы это было понятно Да. Следующая задача. Следующая задача. Давайте сразу нарисуем. Следующая задача. Не находятся в одной плоскости. Не лежат в одной плоскости. Поэтому, Саша, пожалуйста, нарисуй так, чтобы они были не в одной плоскости. Чтобы они были в одной плоскости разными. Ну, хотя бы так. Давайте поставим букву там. А, Б, С. Да. Будет точка О. Спасибо. 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 Давайте треугольник АОД рисуем отдельно. Отдельно нарисуем трибунник АОД. В прошлый раз. Тоже самое сделаем. Поэтому у нас полупелиметр. 9 на 2. На 2. Ага. 9 на 2. Не то. Получается корень из, что будет он с подкорнем. А, 9 на 12. 9 на 12. Получается 9 умножить на. Ну, что. 4 умножить на 3. Получается 6. У меня из трех. Согласны? Да. Согласна. Дальше что делаем? Ну, непонятно, почему тут доводка вздавались. Вот. Какая двойка? Сара, знаешь, давай решим немножко попроще, чтобы людям было понятно. Мы нашли площадь, давай. Вот здесь. Ты помнишь, как называется такая формула? Герона. Да. Формула Герона. И она так гласится. Это корень из полупелиметра умножить на полупелиметр минус одна сторона. П минус другая сторона. И П минус третья сторона. Б умножить на П минус С. И вот эта двойка у нас получается 9 минус 7. Ну, 2. Это двойка. А, это понятно. Вот. Значит, дальше мы получили площадь. 6 корней из 3. Дальше и площадь же равняется. 1, 2 на А, Б, синус Альфа. То есть, синус Альфа равен чему в данном случае? Корень из 3 на 2. Я понимаю, но как его получить? Немножко медленнее. 2, 2 на А, Б. 2 площади разъедить на А, Б. Так, все понятно. Да. Хорошо. Что у нас получается? 12 корней из 3 поделить на... Надо поделить на 24. Записывайся. Здесь же А, Б, А, Б, это вот А, О и О, Д? Да, 83. Получается корень из 3 на 2. Так, я проверяю. Да. Получается, что у нас равен угол... Да, угол получается, что у нас равен, что у нас равен угол. Вот, всем ли все было понятно? Да. Сейчас, ребята, я найду еще одну задачу. Хотя, думаю, мы с ним после этой планы, может быть хороший у нас равен угол. Да, у нас равен угол. Антон, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Радиус известен, но тут, ребята, не числен. Наверное, сложно, потому что здесь не числен. Нужно будет определить решительным общим визом. У нас сразу, я запишу, что у нас V1 равно V2. V1 равно V2. Давайте, если у нас есть шар. Родюсер, давайте сразу его бьем. Кто помнит формулу объема шаров. V2 равно... Хорошо, давай записать. 4 третьих, 1 куб. Замечательно. Хорошо. И этот же объем, он... Это же объем этого конуса. Потому что шар приплавили, объем остался тот же. Это объем этого конуса. И нам известно, что боковая поверхность в два раза больше площади его основания. Давайте подумаем, как мы это используем. То есть, как бы мы уже ползадачи решили. У нас объем целого конуса, это форма объема конуса, это 0,3 PR в квадрате H. 1,3. Ну, радиус какой-то другой. Пи, я, допустим, R маленький поставлю. В квадрате. В квадрате. Замечательно. У нас тут неизвестно два. Ни радиус, ни высота. Фактически у нас из всего этого есть. Я введу в такую рамку введу. У нас неизвестен радиус. И это уже неизвестно. Но мы еще не использовали условие, что поверхность, боковая поверхность в два раза больше площади его основания. В два раза больше площади его основания. Два площади основания. Ну, а как мы можем площадь на основании найти? Не знаю. Значит, нам находить его не нужно, нам нужно вырезать. Нам как-то надо отсюда вырезать его через H. Значит, Сэр, все хорошо. Все хорошо, Сэр, отлично. Давай откуда-то двойку используем. Давай сейчас, Сэр, сейчас наша задача вот то же самое записать вот в таком виде. Вот это вот записать в таком же виде и еще куда-то эту двойку используем. Еще знаешь, что боковая. Значит, знаете, что единственное, что открывается, такая штука. Мы с вами еще, пусть и конуса боковую, еще ни разу не касались. Сар, правильно я понимаю, что вот это вот боковая поверхность конуса? Да. Понимаете, тут нигде нету H. Тут нигде у нас нету высоты. В этом вся сложность. Боковая поверхность конуса. И получается, что вот если выразить вот... Сар, вот это вот S, ты согласен? Здесь что-то не то. У нас нигде нету H. Если вот это выразить, как вы говорили, то получается, что это все, это они оба равны. Они равны, но, во-первых, тут два вопроса. У нас нет этого двойка, куда используясь. Во-вторых, эта формула, здесь что-то не то. Не хватает, я бы. Я так понимаю, что вот боковая поверхность в два раза больше площади основания это относится к конусу. Да, конечно, к конусу. Это не формула, это просто два основания, его надо приравнить к формуле. По-моему. Нет, ну у нас... Да, я согласен, у нас формула в площади формулы... Площади боковая поверхность пока нету. Где ее взять? Я пока, честно говоря, мы с вами... Так, стоп. В общем, развертку. Значит, смотрите, Сара, давай мы это с собой все уберем. Это было правильно. Это было правильно. А вот это вот, как вы знали, это P, R инообразующий еще. Или это у нас образующая. Маленькая. Но у нас, ребята, аж нету по условиям. Давайте пока вырезаем через L, потом L и идем по телемпифагору. Да, хорошо. Я согласен, да. Ребята, кто-нибудь попробуйте, пожалуйста, эту формулу выразить, эту формулу записать вот тут вот снизу через вот это вот все. Кто-нибудь, пожалуйста, попробуйте. Какую? Которую слева обязательно сделаем. Продолжение следует... Так, Низия. И Р квадрат. Продолжение следует... Р квадрат. Равна... Равно... Двухонарна поставил фэшидаус. Два... Сейчас. Я... Двухая поверхность... Нет. Второе, это вот боковая поверхность. У меня. Да, первая. Вот так вот, да. Не два PRL. У вас же тут не два PRL. Боковая равняется две площади основания. Да, Саша, что здесь не устраивает? В чем проблема? А у меня вот боковая поверхность, она вот. Да, ребята, все правильно. Мы перепутали. Поэтому давайте берем, давайте спешим еще раз. Очень боковая поверхность. Ну, пожалуйста, пишите. Запишите, если тут... PRL, замечательно, равно 2 PR квадрат. Замечательно. Да. Здесь можно пытаться сократить, то это можно... Да, давайте сократим. Мы сократим здесь что? PRL сокращается. PRL сокращаются и радиусы тоже, получается l равняется 2 радиуса. PRL сокращается. Радиусы сокращаются. PRL получается 2 радиуса. Да, л равняется 2 радиуса. L равняется 2 радиуса. Хорошо. L равняется 2 радиуса. L равняется 2 радиуса. Еще у нас есть условие. Еще у нас есть вот такое, что у нас записано сверху справа. 4 третий. И R квадрат равно 1 третий. 1 квадрат на А. У нас тут куб. У нас куб можно было 4 третий. Не, не. Тут не надо, пожалуйста. Вот тут. Посмотри, что это будет 4 третий. Пир куб. Да, пир куб. Мы здесь можем сократить. Я согласен, пир куб. Можем сократить пи и можем сократить радиусы. О, получается. Пи можем, знаете, тройку тоже можем сократить. И сократить. И радиусы не можем, потому что у нас радиусы разные. Да. И мы связи не знаем между ними. Получаем 4 радиус в кубе равен радиус в квадрате умножить на h. Значит, ребята, я предлагаю чудо грозить радиус в кубе. Согласны? Радиус в кубе равен r квадрат h на 4. Дальше. Давайте думаем. Так, Сара, знаю, что я вот с этого места не понимаю. Я справа написала. Не понял? Я справа написала, как ловила. Знаю, что справа... Честно, не въезжаю. Я догадываюсь, что-то очень похоже. Но я не въезжаю до конца. L – это h в квадрате плюс r в квадрате и от корня. Просто вместо L я написала. Потом возвела в квадрат и потом выразила h в квадрате. Сначала как-то вот так. Вы же написали r равно 2r. r равно также h в квадрате плюс r в квадрате. Хорошо, это я понял. L равно вот это вот. Хорошо, два радиуса. Так, хорошо, два радиуса. Потом возвела в квадрат. Хорошо, возвела в квадрат. И h в квадрате равно 3r в квадрате. 3r в квадрате. Значит, r в квадрате, но h в квадрате на 3. А нам не хватало что? А нам не хватало чего? Нам не хватало чего здесь? r? Не знаю. h равно… Я просто вместо r в квадрате поставила h в квадрате на 3. Так, ребята, знаете, что… Ну, короче, я немножко неправильно сделал. Давайте вместо этого… Вместо этого радиус нам не нужен здесь. Радиус нам не нужен. Давайте я сверху запишу. Значит, давайте вместо этого, вместо радиуса… Но радиус здесь нам не нужен. Выразим h. h равно 4r в квадрате. Рубе разделись на r в квадрате. Так правильно? Да. Но нам в этой вот… У нас здесь нет r. Низ радиуса. Низ радиуса. Давайте мы отсюда выразим радиус. Эта формула. Радиус равен… Радиус равен… 4х куб на h. Нет. l пополам. Равно… А дальше l у нас получается… Стоп. l у нас получается… h в квадрате плюс r в квадрате. Так? Вроде бы так вот. поль. Поль. Стоп. Поль. Получается, обо что? Получается, обо что? Я говорю, вы знаете, что я сейчас не понимаю, где нам взять радиус квадратик? Мы, конечно, можем записать, что у нас радиус в квадрате большой. Как это получилось? Радиус в квадрате это L квадрат минус H квадрат, но чем нам это поможет? Радиус в квадрате это L квадрат, если разделить на 3. Можно подставить. Пожалуйста, поясни. Я просто вместо R квадрат написала H квадрат на 3. Пожалуйста, поясни. Как ты получила вот это? Я вместо этой формули, вместо R квадрат написала H в квадрате на 3. Вместо R квадрате? А, все, вот это вот, да? Да. Давай тогда еще раз. 4R в квадрате. Да. Вместо R квадрате пишем... H в квадрате на 3. H в квадрате на 3. Это я убираю. Это нам уже не нужно. Равно я поставлю знак, равно здесь. 4R куб. H в квадрате умножить на 3. Получается 12. 12 радиусов в квадрате делить на H в квадрате. Еще раз. H равно 12 радиус в квадрате. Нет, радиус в кубе. Радиус в кубе, а не в квадрате. Спасибо, в кубе. Радиус в кубе. Итак, если мы сделаем вот так вот, мы получим... Да, как у Саря получается. H в кубе, он из нас, как я сюда. Хорошо. А тут нам нужно было найти аж. Угу. Радиус в кубе, кубический, 12. Кубический. Ну, вроде сходится. То есть, ну, я тут... Ну, то есть, я вот проверил. Вроде нормально все. Ребята, все ли понятно? Есть вопросы? Нет вопросов. Нет вопросов. Нет вопросов. Хорошо, ребята. Знаете, что давайте сделаем? Давайте немножко отдохнем от этого, от сериометрии. Я предлагаю немножко вспомнить физику. Устроить ли вас такой вариант? Можно. Можно? Да. Давайте, как используется... Ну, есть, как вот используется геометрия физики. Вспомним какой-нибудь случай. Типа, это я убираю все. Смотрите, вот, допустим, у нас наклонная плотность. Только положено угол альфа. Все, ну, как вот, чтобы сразу была геометрия у нас. И стоит какой-то, допустим, вагон на плоткости. Давайте вспомним. Как мы здесь вектра нарисуем? И давайте, условно говоря, если нам нужно, найти ускорение вагона. Нарисовать силу тяжести. Я сам не... Она направлена. Да, силу тяжести. Все сны. Нес направлено. Что у нас? МЖ. Хорошо. Какие еще силы есть? Реакция опоры. Однонаправлено. Давайте так вот изобразим. Хорошо. Дальше. М. Замечательно. Что мы дальше можем сделать? Сила трения. Куда направлено? Хорошо. Сила трения. Чему она равна? Отлично. Еще дальше. Как-то нам тут что-нибудь привести это все к чему-то одному? К чему-то одному я имею в виду найти ирандисующее. Трясила. Как найти ирандисующее? Сначала можно найти между двумя. Да, давайте. Сара, все отлично. Все классно получается. Вопрос, как нам это вот... Давай рисовать так, чтобы было нормально видно. Сначала хоть сделаем. Немножко увеличим. Как эти две силы сложить? Они достраиваются до параллограммы. Хорошо. И чему равна эта сила? Жигул альфа здесь. Здесь у нас тоже угол альфа. Эта сила чему равна? Как ее найти? МЖ на Н пополам. Нет. На синус альфа. МЖ на синус альфа. Правильно. Теперь понимают, почему синус альфа. Давайте так. Понимаете или нет? Если не понимаете, давайте сейчас разбираться, почему синус альфа. Вот у нас треугольник. Этот у нас угол прямой. Угол альфа. А, В, С. Так, синус альфа. Отношение чего к чему? Отношение В, С. А, В. И, В, С. Равняется А, В на синус альфа. То есть, в данном случае это будет МЖ на синус альфа. Это все и понятно вот это место? Да. Понятно. Хорошо. Как найти ускорение? Откуда у нас возьмется? Чего? Почему там было 90 градусов? Почему этот угол равен 90 градусов? Да. Старый, честно говоря, я не знаю. Это сейчас 90? Он точно 90. Почему я не знаю? Это, короче, знаешь, это параллелограмм. Параллелограмм. И вот так, она попадает в этот угол. Ты, кстати, знаешь, что? интересный вопрос, я сам придумал. Давай к следующему разу я разберусь и вам расскажу. Хорошо. Честно, сейчас не могу вспомнить. Я раньше немножко продумал, почему он будет 90. Не вспомню. Я почитаю книжку. Давайте я вам расскажу в следующий раз. Хорошо. Хорошо, но дочь не 90. Почему? Я сейчас просто не помню. Вы знаете, почему? Смотрите, почему. Сейчас расскажу. Потому что, если мы это вот продлеваем, так вот, этот угол 90, это тоже 90. Понимаешься? Получается, это у нас прямоугольник, это тоже будет 90. это мы достраиваем до параллелограммы. У нас вот, смотрите, мы вектора складываем. Кстати, как это называется правило, по которому складываемся вектора? Допустим, мы складываем МЖ плюс М. По какому правилу? Равно какая-то сила вектора. Как мы их складываем? Какое правило мы использовали? Сложение на втором. Правильно, как правило называется? Это, ребята, правило параллелограмма. То есть мы эти вектора достраиваем. То есть здесь правило треугольника. Вот правило треугольника. Когда у нас есть, ну, два вектора, допустим, у нас есть. Два вектора. Мы дополняем до треугольника. Понятно? И вот третья сторона треугольника. Это будет наш искомый вектор. Так же работает правило параллелограмма. Мы берем этот вектор. Параллельно переносим его сюда. И мы, ребята, получаем параллелограмму. Достраиваем. То же самое. Его диагональ будет нашей силой, которую нам нужно найти. Так вот, мы достроили. До параллелограмма. Здесь этого стороночка, вот этого стороночка. И вот эта сторона. Они параллельны. Не параллельны. Параллельно. Параллельно будут. Даже рома получается, если у нас это МЖ. Так, знаете что? Надо все равно нет, не ромка. Я на ТМЖ. Давайте в следующий раз я четко вам скажу, потому что тут как бы стороны равны, но тогда у нас не получается эти углы. Прямые. Вот. Значит, ребята, если углы прямые, вот это непрямые, так я почему? Я сейчас не вспомню. Это тогда я врослый в следующий раз. И, ребят, нам осталось сложить эти силы. То есть, смотрите, у нас получилось вот что. У нас получается, что давайте как бы сейчас формулирую вопрос. На сегодня мы остановимся. Давайте в следующий раз вот позанимаемся этим вот, этим вот, ну, физикой. Чтобы мы вспомним, как вот работают правила геометрии, как они работают в физике. Я так предлагаю. У нас вот получается. мы же не знаем, какая из них больше. Чего? Мы же не знаем, какая из них больше. А какие есть варианты? Кстати, Саша, тоже хороший вопрос. Какая из них больше? Может ли быть больше силы трения? Может ли силы трения быть больше, как ты думаешь? Если силы больше, значит, она будет кататься. Нет, Саша, это силы трения. Да. Может ли она быть больше? А, силы трения? Нет. Не может быть. То есть, они либо равны, эти две силы, либо они равны, либо сила действующая будет больше. Одно из двух. вот, ребята, у нас сейчас остались за вопросом. Первый вопрос, почему какие-то прямые углы? и второй вопрос, как нам отсюда получить ускорение? Ребята, кто я пришелся? Саша, тебе понятно вот это место? да. Ага. Сара, а тебе? Если они равны ускорению, нет. Да, если они равны, это не ускорение. Согласен. А если resolution, то есть, если они равны, то у нас получается ускорение вниз. Нет ускорения. Вагончик либо стоит, либо он катится скорость какая-то постоянно. И то, если нет ускорения, то скорость всегда возможно. То есть, ну, он либо катится, либо скорость постоянная. Если катится, значит, ускорение вниз. Либо может быть, знаете, что? А, знаете что, ребята, все-таки она может быть больше этой силы, но в этом случае он будет тормозить. Будет замедляться, пока не остановится. Понятно? Да. То есть он будет работать до полной остановки. Наша задача найти ускорение. Давайте, знаете, давайте наконец-то не остановимся. Сегодня понятно вот до этого места. Хорошо, тогда давайте закончим сегодня. Тогда в следующий раз приходите, начнем с этого же места. Ну, я не поняла, а как это найти ускорение? Значит, смотрите, не поняла. Смотрите, есть такая штука. Эта вот сила, дальше действующая, которая красненькая, она как бы раскладывается на две. То есть если мы запишем сумму сил по этой вот, получается векторной форме. Мил МЖ равно силе равнодействующей. Согласны? Да. Векторной форме. Дальше. Эту силу ФР я разложу на две. Я разложу на две. Тоже МЖ плюс, по второму закону Ньютона, МНА. То есть я вот так вот дорисую. Здесь тоже будет МЖ. А это получается у нас МНА. То есть это две силы равнодействующие. Во-первых, она работает против силы трения. Против силы трения она работает. Первое. Второе. Она работает, создает ускорение, ребята. Ребята создают ускорение. Вот у нас это второе у нас МНА. Отсюда мы находим ускорение. Давайте мы это уже сделаем в следующий раз. Хорошо. Хорошо? Хорошо. До свидания. Пожалуйста.